Крикотворение без названия. Автор Евгения Потёмкина. Ноябрь. Вечер. Меховой салон. И сотни шуб в тени полуколом тебе предложат продавцы с улыбкой. А ты, счастливая, устанешь примерять. И ту, и эту, и он те, что справа. И словно мантру будешь повторять. Шикарно, дорого, ну что ж, имею право. И в бликах зеркала забудешь обо всех. Проблемах и неприятностях я знаю. И, окунувшись в тот чудесный мех, Ты скажешь, слух, прекрасно, забираю. И чувством эйфории подойдешь к серебряной сверкающей пластине. Ты как в той сказке восхищенная ждешь. В глазах с вопросом, ты ли всех красивей. Моя пушистая, смотри, как хороша. Тебе, милая, не меньше королева. И снова повернешься не спеша. Направо, прямо, а потом налево. Шикарно, дорого, да просто высший класс. И взгляд от зеркала не отрывая даже. Уверена, хочу, беру, сейчас. Никак не скажешь, что про спродажи. Все, я решила, эту я беру. А может быть другую? Вот, примерьте. Нет, эту, эту. Без нее умру. Берешь, берешь кредит от смерти. А то и зеркальный, с шубой диалог, сценичный, дикий, будет продолжаться. Какой бы выдумать немыслимый предлог, чтобы от столько и лести удержаться. Ты как в той сказке. Зеркало скажи. На зеркало? Тебе и ответят грубо. Их заживо кидали на ножи. Все для того, чтобы звери стали шубой. И зеркало начнет живой рассказ. Сейчас ты, анимешая, продолжишь его слушать. Ты покупаешь здесь, сама, сейчас. Погубленный, невинный, слушай. Смотри на рукава. Что видишь? Кровь? Все правильно, естественно. Не страшно? Ты человек, но где твоя любовь? Не твое сердце? Видится бумажным. Смотри наверх. Да-да, на воротник. Что слышишь ты? Продолжны примерьте. Я подскажу. Возможно, это крик. Такой отчаянный, хрипящий перед смертью. Смотри, смотри. Не закрывай глаза. Таких, как ты, я тысячами вижу. Они не могут выжать тормоза. Перед согласным роскоши, престижа. Смотри в меня. Считай по холкам тех, Кто украшают смертью твои плечи. А с них с живых сдирали этот мех. Чулком снимали. Через пять насечек. Ха, скажешь, зеркало, о чем ты говоришь? Я десять лет живу внутри салона. И ты не первая, кто так вот здесь стоишь. И крутишься вокруг полуколон. Я знаю всех в лицо. Таких, как ты. Не обижайся, правда. Все по делу. Их примитивные, гламурные мечты. Их бездушное, ухоженное тело. Я ненавижу их за глупость, пустоту. Но на работе я приказ мне улыбаться. Мне надоело видеть эту красоту, которой я не могу сопротивляться. И мне не раз мечталось здесь упасть, разбиться в дуребезге, а до боли и позора, чем отражать безумство, алтность, страсть в костюмах смерти, в меховых узорах. Молчишь, молчишь, молчишь. Удивлена? Я очень редко в диалог вступаю. Но это в чем вина? В чем их вина? Которые оторваны от стаи. Которые затерзаны тот дыр. Да будь он проклят, весь ваш этот мир. Где вы такую дикость допустили. Я зеркало. Но я с живой душой. Смотри в меня, смотри. Не отвлекайся. Я дорого не стою. Хорошо. Но больше мне прошу, не улыбайся. Ты видишь шубу, я же вижу смерть. Я вижу кровь, их боль, страдания, крики. Меня, наверное, нужно протереть. Он так эффектно, мудро, в лике. А, скажешь, зеркало, о чем ты говоришь? Я 10 лет живу внутри салона. Извини, первая, вот так вот здесь стоишь. И крутишься вокруг полуколом. Меня ты можешь стукнуть кулаком, разбить мое лицо. Так в чем же дело? Ты можешь сделать это, но зато я говорю о том, что навалено. Ты можешь обозвать меня, толкнуть и прошипеть зеркальный неудачник. А можешь равнодушно отвернуть. Я даже не смогу тебе дать задачу. Но все, что было сказано, прими. Прими, как есть, хоть это было грубо. Они ведь тоже жители земли. Но волей человека стали шубой. Ты ходишь в новой шубе до колен. Лесницы красишь ярко синей души. Но помни, как жестоко взяты в плен. Невинные истерзанные души. Ноябрь, вечер, меховой салон. И круглый год все скидки, скидки, скидки. И сотни шуб в тени полуколом. Тебе предложат продавцы с улыбкой. Спасибо, Полина. Прекрасно. Я вообще не ожидала, что можно так читать.